Расширяется экономическое сотрудничество с Узбекистаном, в частности в сфере производства автомобилей. На встрече министра экономики Микейла Джабарова с главой акционерного общества УЗА Автосануат Улукбеком Разукуловым были обсуждены перспективы взаимодействия, подписан меморандум о расширении сотрудничества в сфере автомобильной промышленности. Согласно документу, в Гаджигабульском промышленном квартале заложен фундамент завода по локализации этапов сварки, покраски и сборки автомобилей. Со строительством этого завода американский концерн General Motors внесет вклад в продолжающуюся индустриализацию в Азербайджане. На предприятии, которые будут функционировать с использованием американских, итальянских, китайских, корейских и узбекских технологий, будут выпускаться автомобили, предназначенные как для внутреннего, так и зарубежных рынков. Мы уверены, что в соответствии с поручением президента двух стран этот проект будет реализован в установленные сроки. Нас в том числе очень радует и вдохновляет, что начало реализации этого проекта идет в преддверии великого праздника, столетнего юбилея лидера нации Гейдара Лива. Это накладывает на нас дополнительную ответственность. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы проект был реализован вовремя. И уверен, что этот проект несет достойный вклад в развитие отношений между нашими странами. Под строительство завода отведено 16 гектаров территорий. Расположение завода близ транспортной инфраструктуры дает дополнительные преимущества. В сентябре прошлого года в рамках визита президента Ильхама Алиева в Узбекистан подписан ряд документов, в том числе соглашения между двумя странами о развитии промышленности. Воисполнение этого документа, как результат политической воли глав двух государств Азербайджана, дан старт реализации проектов, которые внесут вклад в развитие ненефтяной промышленности. В начале деятельности завода автомобили будут комплектоваться из базовых деталей, доставляемых из-за рубежа. Однако в ближайшие годы планируется наладить и производство их боковых частей. После этого этапа будет ускорено развитие производства боковых частей. Конечно, предусмотрено производство и других запасных частей. И на последующем, третьем этапе мы планируем приступить к производству этих самых запчастей. Ведутся необходимые работы и для организации деятельности квалифицированного кадрового резерва.